здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта у нас сегодня 25 января записываю обзор по финансовым рынкам разберу такие инструменты как индекс страха фондовый рынок двух словах потом товарно-сырьевой рынок это нефть золото дальше катону пробежимся валютный рынок и рынок криптовалют ну и также пройдусь по тем идеям которые ранее озвучивал который неплохо себя отрабатываю до секундочку потом как обещал вопросе которые проводил телеграм-канале я вас спрашивал какой формат обзора сделать обзор на рынок или плюс только торговые идеи стратегию разобрать большинство проголосовала за обзор но я так скажем совмещу это все да буду параллельно и торговые идеи давать буду говорить где есть хорошие моменты где можно торговать буду где высказывать свое мнение что возможно там скорее покупки где-то я торгую некоторые инструменты сам сижу в них потом и некоторые они будут торговать но скажу торговые идеи ну и плюс немножко буду хвалить себя те торговые рекомендации которые я ранее публично давал в предыдущем обзоре напомню мой обзор последний выходил на выходных по по нефти да я разбирал марку бренд и марку light давал только по этим инструментом торговые рекомендации а по всем другим инструментом торговые рекомендации я давал в закрытом канале про сигнал да то есть напомню у меня есть закрытый канал про сигнал где есть информация по торговым рекомендациям по стратегии там мы очень хорошо на этой неделе зарабатывали на валютном рынке шарки ли евро доллар очень красиво прокатились другие инструменты также торговали то есть в принципе очень очень все хорошо пошло биткойн шарки ли эфир шарки ли так далее поэтому подписывайтесь на закрытый канал а кто хочет прямо научиться самому понимаете рынок есть обучение ну давайте непосредственно перейдем к рынку немножко буду иногда пить чай как всегда то есть да у меня последний мои обзоры выходят формате такие вечерние то есть я записываю большинство обзоров вечером потому что сейчас у меня очень мало времени у меня появилась дополнительные заботы семейные да и меньше времени меньше времени на обзоры я пытаюсь выделяю время на обзоры чтобы их снять в принципе это несложно но допустим сегодня практически я очень много гулял и в обед и вечером то есть практически там пять часов я на ногах прогулочки делал дневные вечерние чтобы свежий воздух был и только сейчас вот тут реально включил компьютер в основном весь день работал с телефона потому что не было доступа до компьютера как бы он был но немножко утром этом полчаса включал компьютер чтобы написать статью фундаментальный фундаментальный обзор на рынок разбирал там ввп и так далее давал прогнозы то есть у меня есть один проект которыми я делаю фундаментальные статьи разбираю но я там совмещаю скажем фундамент и техника да ну имеется ввиду своей стратегии то есть я этот фундамент подстраиваю под по свою технику поэтому буду пить чай кому-то это будет не нравится извиняюсь но такой уставший принял душ только что и и записываем и конкретно давайте перейдем к рынку и так индекс страха напомню еще больше недели назад я говорил что индекс страха стоит покупать в принципе на нем от кто кто смотрел ранее то есть более недели назад я называл уровень 14 говорил что выше данного уровня возможно покупать ему принципе неплохо себе отработали доб добили до следующего уровня в район 16 пунктов то есть практически два пункта то есть это достаточно много это почти 10 сколько полтора полтора пункта это 10 процентов ну скажем грубо говоря 10 10 процентов движения по инструменту это с достаточно сильно я думал что мы уйдем выше но мы не пошли поэтому как видим инструмент еще раз откатился к уровню поддержки этому и я думаю что на текущий момент ситуация сложная но я сам лично и торговать не буду и это касается фондовых индексов шарты я прошлый раз кстати на прошлой неделе шарки лду джонс дакс и simp и и по некоторым инструментам там моменте была хорошая прибыль дальше в часть фиксировал часть по безубытку по синтепи по стопу вынесла поэтому в принципе фондовые индексы могут скорректироваться ближайшее время наверное это будет завтра пятница как вариант если не поломают от 14 пунктов да вот этот вот эту поддержку точнее 1355 вот этот можно еще уровень взять минимум прям минимум завтра будут базовые расходы наличное потребление в сша такая инфляция скажем и очень важный показатель и если она увеличится то скорее всего или или будет стабильная то скорее всего фондовые индексы возможно пойдут на коррекцию я их не торгую у меня есть другие инструменты которые показывают более более красивые точки точки входа которые можно торговать вот я даю расклад такой обзор обзор рынка и в принципе я и сын пи не смотрел вот dax он он такой смотрите он такие пин бар чеки рисует наверное завтра будут корректироваться поэтому пока мы ниже 17 800 возможно коррекция но я это торговать не буду потому что здесь практически модели никакой нет что интересного по золоту по золоту здесь интересная картинка рисуется на шорт и поэтому на по золоту вот так вот так вот пока мы ниже вот этого тренда нисходящего который у нас образовался практически снова года я несколько раз шортил золото удачно в принципе три раза шортил два раза вышел в профит последний раз шортил вышел с шарта и на текущий момент я думаю что золото скорее все будет падать и пока мы ниже 2025 2035 я думаю что у нас по золоту возможно снижение в район 1975 на поэтому я золото рассматриваю на шорт лично я его торговать уже не буду но в принципе я давал торговые рекомендации своим ребятам посмотрим сработает ли она но принципе если в сумме братья вот январь месяц мы несколько раз шортили кто шортил заработал то принципе даже если сейчас завтра на инфляции не пойдет ну скажем стоп так стоп поэтому золото приоритет шарты по серебру серебро я бы не торговал здесь сложная ситуация мы в принципе серебро один раз очень удачно шортили но нужно было конечно его держать я вышел потом в таком неплохом плюсе можно было пониже но это уже такое-то у нас как раз 22 уровень поддержки принципе я думаю что серебро тоже будет падать но у него локальное сильное поджатие поэтому я пока его трогать не буду дальше перейдем к рынку нефти марки бренд марки light напомню на своем youtube канале я последний свой обзор делал сугубо по нефти и рассказывал вкратце ну так скажем можно сказать в деталях но детали понятно только моим ученикам то что я рассказывал потому что я прошлый раз советовал среднесрочно торговать нефть на покупку на то здесь сформировался очень хороший паттерн то есть я фундамент здесь выключил потому что фундамент можно смотреть там китае все плохо не будет падать ближний восток в конфликты не будет расти я это все исключил сугубо техника мои модели которые указывали что не будет расти она в принципе локальные первые цели мы сделали 81 с половиной по бренд да вот я началась ребятами в закрытом канале в районе 77 покупать и обзор делал в районе там 78 и поэтому говорил что нужно покупать и у нас цели в принципе нефти я называл в район 90 100 по бренд и по light плюс минус аналогично да здесь мы на квартал как минимум мы должны расти поэтому кто ранее не покупал я бы с коррекцией дальше покупал конечно сейчас на максимумах можно ли купить можно ну понимаете то что мы ранее покупали сейчас это две разных цены то есть эта разница практически в 45 долларов ну почти 44 где там поэтому бренд light там картинка аналогичная дальше переключаться не буду а просто здесь я себе похвалю то есть как я определил по своей стратегии такой хороший рост в принципе он неплохой я тоже покупал нефть частичная зафиксировался поэтому мне очень нравился здесь паттерн очень мы плюс обсуждали в закрытом канале про сигнал со своими учениками то есть мы раньше покупали потом выходили что-то сомневались потом я снова так нет ребята покупаем потому что уже появляется хорошее подтверждение и по полочкам и им отрисовал по своим моделям почему здесь нужно покупать дальше катон смотрите какой великолепный рост напомню здесь я тоже себя похвалю потому что где-то с нового года ну и плюс в прошлом году в декабре и январе несколько вебинаров назад я катон говорил ребята покупайте среднесрочно потому что здесь модель среднесрочная очень красивая просто великолепная мои ученики знают о чем я говорю спрос там говорил все что выше семьдесят восемь с половиной 80 покупка смотрите какой хороший великолепный рост у нас цен цена сейчас восемьдесят пять с половиной мы добили я прогнозировал вот здесь это локально а вот если глобально здесь даже глобально есть паттерн ему принципе вот я цель целюсь на 90 и дальше думаю мы возможно 95 100 покажем среднесрочно поэтому кто ранее не покупал можно покупать но я такой уже не торгую потому что здесь нужно короткие стопы ставить потому что если будет коррекция она может превратиться в сильную коррекцию поэтому это сугубо разбор и суба хотел похвалить себя как я по нефти пока тону определил то есть если на рынке случаются такие красивые паттерны на них нужно очень хорошо зарабатывать дальше 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 индекс доллара по индексу доллара ситуация такая я на этой неделе то есть я напомню на прошлой неделе на позапрошлой недели я всем советовал покупать индекс доллара и или работать там через другие мажоры там евро фунт стали есть новозеландец до канадец то есть я эти все инструменты торговал там ученики мои даже доллар иену покупали неделю-две назад там великолепные модели были и на текущий момент в принципе вот я на этой неделе во вторник и сегодня утром четверг я шортил евро доллар то есть я с индексом доллара уже на этой неделе не работала сугубо с евро долларом и мы шортили принципе локально мы заработали евро доллар снижался как мы сейчас к нему перейдем от индекс доллара я думаю что можно рассматривать покупки и индекс доллара он так скажем он я думаю что в ближайшее время возможно пятница возможно чуть позже он пойдет в район 104 возможно 105 конечно это может быть не сразу может быть через какие-то сложные коррекции и так далее но я пока вижу покупки и в принципе вот я сейчас мы когда придем к евро доллару я там где более детально расскажу что я там вижу поэтому я бы в ближайшее время ну из текущих плюс покупал бы индекс доллара и работал на укрепление доллара если произойдет слом вот этой восходящей локальной тенденции то там как вариант какие альтернативы могут быть индекс доллара чуть усложнит коррекцию и только и потом продолжит рост да то есть это такой вариант возможен то есть не нужно думать что вот я даю рекомендацию на покупку и если но не пойдет такой вариант возможен дальше нужно будет ждать подтверждение то есть я ребятам светлым там шортить некоторые инструменты евро условно и чтобы они выставили определенные риски на случай несрабатывания поэтому пока работаем на укрепление индекса доллара если пойдет сильная коррекция то дальше я буду ждать нового сигнала на покупку потому что я жду 104 105 и возможно 106 я не думаю что сделаем все возможно ну вот 104 105 вот такие цели я для себя ставлю на ближайшее время может быть такое что она будет там через более глубокую коррекцию уже там со следующего месяца такой вариант возможен то есть будем по факту сопровождать дальше евро доллар ситуация в принципе зеркальная смотрите я здесь себе натянул фиба сетку я сейчас покажу почему то есть я на этой неделе несколько раз два раза шортил ниже 109 евро доллар и два раза мы заработали смотрите во вторник вот на этом падении он смотрите какое красивое падение раз мы вот здесь заработали и дальше ставили без убыток без убыток вынесла то есть частично мы фиксировали и сегодня утром я тоже говорил что ребята можно принципе рассматривать дальше шорт по евро доллару и так смотрите какие перспективы в евро доллара на снижение я натянул фиба сетку чтобы понять какие у нас на ближайшее время среднесрочные цели я думаю что они в принципе некоторые уже мы выполнили 08 ну там осталось несколько пунктов я целюсь целюсь в район предыдущего отката это 107 25 здесь в принципе совпадает и фиба уровень коррекции 61 процент до 0 618 и я думаю что мы сюда дойдем только вопрос как мы сюда дойдем с текущих плюс минус там с небольшой коррекции будем сильно падать или или будет какая-то коррекция очень глубокая и плюс-минус и дальше только снижение я покажу мы заширки ли сидим взялки а дальше по факту как она будет поэтому евро пока на ближайшее время и она short возможно мы и ниже уйдем в район 0106 я такой сценарий не исключаю ну уже по факту посмотрим после того как закончится коррекция по евро я дальше буду искать глобальные покупки то есть если это забегая наперед там уже по факту буду смотреть если будут рисоваться модели то уже дальше буду их сопровождать дальше фунт доллар здесь ситуация чуть сложнее то есть фунт у нас находится в сильном восходящем тренде но пока по фунту мы ниже 128 я за шорт я жду его ближайшее время в района 126 125 если пока мы не сломаем 128 я бы работал на снижение конечно если учитывать фундамент британии последнее время то есть у нас выходила инфляция в британии она вышла на прошлой неделе на 7 сильнее оказалось ожиданий потом у нас плюс хорошие данные выходили на этой неделе у нас принципе фунт показал рост что может сломать фунт только хорошие данные по сша то есть нам и они могут как вариант придавить данный инструмент а пока аккуратно шорти если бы будет ломать 128 тогда я за шерты пока шортами пока не буду связываться вот так цели как я уже сказал я поставил 126 125 но если натянуть фиба то мы в принципе можем и ниже уйти на то есть там уже по факту 124 123 возможно нужно будет сопровождать и если будут новые точки входа на шорт дальше шортить на по другим инструментом валютного рынка интересная ситуация есть по австралийскому доллару новозеланде с плюс-минус аналогично франк канадец двух словах канадский доллар я думаю что канадский доллар также будет дальше расти и ближайшее время где-то будем на 136 секущих или через какие-то коррекции более сложные несложно сказать но по канадскую по канадскому доллару я бы работал на покупки ближайшее время доллар рубль доллар рубль я боево пока не торговал напомню ранее я его активно советовала шортить но мы принципе локальные цели делали я дальше целился на 83 с половиной в принципе у нас есть здесь небольшое накопление на шорт я пока не буду с ним работать дальше ну и давайте блок по рынку криптовалют вот здесь просто великолепно давайте я себе тоже здесь буду хвалить напомню практически всю осень до нового года ну и плюс там начало января я был быком по биткоину я практически 95 процентов его покупал только там пытался спекулировать два раза шортил в декабре и в январе там один раз то есть локальное мы шортили по безубытку вышли поэтому я был быком но я недавно публиковал момент что у нас сантимент зашкаливает то есть все очень сильно на позитиве это говорит о том что рынку криптовалют пора скорректироваться он принципе уже начал корректироваться второе приняли тиф на биткоин как говорят покупай на ожиданиях продавай по факту да то есть приняли тиф вот я с я когда мы с ребятами покупали биткоину когда приняли тиф я смотрю реакция там еще был один одно движение наверх я напомню что я ранее прогнозировал цену 50000 плюс минус мы ее сделали я смотрю что нету дальше никакой реакции после принятия тифа я говорю ребята выходим потому что здесь возможно дальше снижение по биткоину мы вышли с покупок и начали шортить вот на этой модели в районе 43000 потом добавлялись в районе сорок один с половиной тысячи в принципе на этих шортах заработать заработали часть удерживаем плюс эфир мы шортили там просто великолепная ситуация плюсы я давала расклад по солана по атом по этим монетам мы тоже я лично их не шортил я говорил ребятам вот такой расклад есть что здесь скорее всего снижение будет очень сильно поэтому на текущий момент что сказать по биткоину пока мы ниже 40 скажем 40 500 я за шорт конечно ну если дальше будут ломать это будет или выносили уже начинаться коррекция вот как то вот так по эфиру в принципе если двух словах но здесь пока не торгово вот эфир мы шортили смотрите по две с половиной тысячи мы шортили и мы часть фиксировали часть я говорил без убытки в принципе ребята которые там удерживают средний срок просто великолепно великолепный профит внутри и монеты я рассматривать не буду то есть это принципе ученики мои разбирают ну на этом все то есть я в принципе расклад по рынку дал немножко себя похвалил по своим среднесрочным прогнозом в принципе это не то что я пас фактум рассказываю там что я где-то в закрытом канале что-то торговал публично нефти давал отдельный обзор сделал катон в предыдущих обзорах снимал снимал индекс доллара говорил что рост будет пошел евро доллар и так далее по золоту аналогично то есть принципе большинство отработалось да некоторые инструменты там где-то выносили и так далее но это рынок я думаю конечно хорошо чтобы рынок закончил и на такой хорошей ноте и в пятницу посмотрим конечно я сам лично чтобы понимали у меня уже минимум торговых идей то есть я принципе на этой неделе немножко заработал и в пятницу у меня там висит некоторые сделки они уже там как бы в безубытках некоторые некоторые уже часть зафиксирована поэтому куда рынок пойдет пойдет против меня буду искать новые точки входа то есть это нужно понимать и соблюдать риск менеджмент потому что это рынок да то есть нужно понимать и так закончим на том что чтобы вы подписывались на закрытый канал про сигнал на обучение записывайтесь будут вопросы пишите в личку пока